И вот у нас есть история, драматическая история Виссариона. Виссарион, который бог, который называл себя Таежным Христом, который имел прозвище и сам себя называл Иисусом. Это человек, который организовал самую многочисленную, могущественную секту в стране. Она построила целый город в районе Минусинска. Это был вообще гаишник Сережа Тороп. Очень веселый, смешной парень. И вот вчера этого основателя, самой огромной и могущественной секты, Иисуса, Сережу, Виссариона, его повязали. Причем очень красиво повязали с массой автоматчиков, с БТРами, с перекрытиями дорог. Кстати говоря, вот этот Иисус, Виссарион, Сережа, это первый бог, который реально на глазах у верующих в него вознесся. Да, да, потому что его, видите, в кутузку повезли на вертолете. Загрузили вертолет, да. Загрузили вертолет, и он, в общем, вознесся. Мы пересекались. Могу сказать, что он вообще был очень любопытный персонаж. Он особо себя не утруждал, потому что все проповеди он брал из интернета, типа того, что к 2007 году прилетит планета Нибира, убьет всех атеистов, включая тебя. Он показывал на меня пальчиком и хохотал счастливый. И бог вообще ведет наблюдение за нами всеми с околоземной орбиты. Он прикосновением рук убеждал, что он может лечить бородавки, понижать кислотность мочи. И вообще он был большим специалистом по гипнозу. А потом он выяснил, что и фрейдовский гипноз, и эриксоновский гипноз – фигня по сравнению с тремя стаканами водки. И он рассказывал, как он сам себя загипнотизировал, по-моему, четырьмя стаканами водки, дегипнотизировался. И в 2000 году он изнасиловал маленькую болгарку. Судя по тому, что потом долго лечился, болгарка была включенной. Это угловая шлифмашина, отрезная шлифмашина. Потому что ему вот эти вот унылые богомолки в платочках надоели, захотелось чего-то искрометного. А поскольку он уже всерьез верил в то, что он является богом, то он сунул от хозяйства в отрезной диск. Ну, в общем, истесал себе полпениса. И долго никого не мог нормально насиловать, расцлевать в своей секции. А он привык к нам этим заниматься. Особенно там, если замечал у своих последователей смазливую жену, смазливую дочь. Всегда со скандалом требовал делиться. И вот тут как раз после этих всех приключений с болгаркой к нему приехала большая делегация уверовавших девушек с филфака из Киева. И тут страшный облом с этой травмой. Ему, в общем, там он ходит в кровавом подгузнике, перевязке каждые три минуты. А тут такие цыпочки, значит, заявились. И он решил, что он точно, в общем, будет как Христос. Он удалился в тайгу на 40 дней, нашел камень, сел на него, сцепил на него, сцепил руки и стал ждать дьявола, чтобы согласиться на все его условия в обмен, значит, на здоровый пенис. Чтобы успеть, чтобы не успеха не уехали студентки. И дьявол, дьявол явился. Дьявол явился, правда, в обличии обшарпанного и сексуально озабоченного лося. Там бывает какое-что в тайге они проходят. Александр Григорьевич, вы сейчас нас заведете в дебри с вашим лосем. Можно вопрос? Не все в курсе жизни таких людей, как Виссарион. Скажите, пожалуйста, вот человек, я не знаю, работает таксистом, милиционером, гаишником, кем угодно. Потом он... Как он уходит в это? Вот как Сергий там, я не знаю. Пойми, он понимает, что вокруг такое количество... Сначала становится просто православным, правильно? Нет, 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 он перескочил. Он перескочил. Он никогда, никакой грамотностью, скажем так, ни в одном вопросе не отличался. А Виссарионом кто его назвал? Он сам себя назвал? Вот я тебе говорю, он себя называл и Иисусом, и Христом Таежным, и Виссарионом, как угодно. Он вообще был большой затейник. И он понял, что вокруг такое количество идиотов, что, в общем, грех этим не воспользоваться. У них же в секте было все очень интересно, построено очень весело. Там были придуманы очень увлекательные игры, конкурсы. Они умывались мочой, мочой чистили зубы. Они, естественно, да, отнимали у своих адептов деньги, квартиры, сувениры, расцелевали дочерей, детей. Кого-то, бывало, прикапывали после конфликтов. Но это тоже было внутренним делом секты. А вот еще один момент. Тут нам в чате пишут, что они там золота не давали мыть, вот поэтому, значит, в СК и пожаловались. Нет. В какой момент сектанты, так называемые, становятся проблемами? Неудобными? Смотри. Значит, ковид-19. Ковид-19, Оленька, да? Все вот это вот про растление детей, про прикопку ненужных, про дикие нравы, про отъемы квартир. Все было известно на протяжении 20 лет. 20, Оль. Но тут ковид подкосил РПЦ. И РПЦ сообразила, что 10 тысяч кошельков работают не на них. 10 тысяч кошельков под ногами не валяются. А ведь что такое религиозность? Это же не какие-то особые знания. Это всего-навсего уровень развития. Что если человек верит в одну ахиню, он будет верить и в другую. Их вдохновил еще, разумеется, огромный успех с так называемыми свидетелями Иеговы, которые после разгрома свидетельской церкви, они, в общем, наполовину перешли, потому что есть потребность в совершении ритуальных действий, потребность во что-то верить. И, в общем, сообразила РПЦ, что не то время, тяжелое время, чтобы так просто разбрасываться кошельками. Конечно, эти все люди в секте были основательно выдавлены, высосаны. По идее, стричь с них нечего, но ничего, ничего. Ради счастья во что-нибудь веровать, они поднапрягутся. И РПЦ понятно, что теперь будет биться насмерть за каждого потенциального клиента, организовать посадку Виссариона. Ну, это на самом деле, при том, что натворил Иисус и Виссарион Сережа Христос, ну, как бы сильно не проблема. Лося, кстати, тогда убила охрану, потому что Лось гонял Христа, дьявол в образе Лося, гонял вокруг какой-то землянки почти 40 минут. И вот смотри... У него была охрана? Вот в этом прекрасном... У него везде всегда с собой была охрана с карабином. С карабином. Лося грохнули и съели. Там, кстати говоря, это... Да, хотя они все были вегетарианцы, но они решили, что, в принципе, дьявол это такая надмирная сущность, ни рыбы, ни мяса, и можно, в общем, его сожрать. Субтитры сделал DimaTorzok